Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Майкманом. Здравствуйте. Около 82% мирового богатства достались 1% населения Земли. Вот такие сейчас данные. В США 4 миллиардера обладают богатством 50% всей Америки. Чем дальше, тем хуже. Ну почему же это хуже? Это нормально. Разрыв растет. Да. Эгоизм наш, это сила природная. Он находится в нас в таком состоянии, что он не позволит мне отдать другому крошки с моего стыла. Если этот другой, он мне не приносит никакой прибыли. Я еще раз говорю, дело не в миллиардерах. Ты можешь к ним взывать как угодно. Они не могут поступить со своим эгоизмом, как любой другой человек. Не может он этого. То есть для него все остальные люди практически не существуют. То есть если ты дашь волю простому эгоизму, человек почувствует свой эгоизм в себе, он тогда просто всех уничтожит. Таким образом, чтобы это было максимально чисто. И больше ничего. Он не чувствует, что он богат. Нет у него такого состояния. Что он богат и он владеет всем. Потому что эгоизм, он бесконечен. Его наполнить невозможно. Чем больше ты его наполняешь, тем больше он ощущает себя пустым. Его можно наполнить только с помощью отдачи. Только так, как нам объясняет Каббала. Поэтому все эти теории о том, что будет много богатых, они помогут бедным и так далее. Это все выдумка такая. Мы же видим, что происходит с Африкой или с другими. Сколько вкладываешь миллиарда, ничего не поможет. Поможет только правильное отношение к людям. Воспитание людей. А то, что миллиардеры будут продолжать чувствовать себя еще более бедными, это естественно. Это парадокс, но это так. То есть у человека один миллиард, он чувствует себя ничего. А вот когда у него 10 миллиардов, он чувствует себя хуже. А когда у него 50 миллиардов, еще хуже. Пустой. Вот это проблема. Ну для чего это делается? И вообще какой выход из этого? Это выход для быстрейшего осознания зла. Да, потому что явно перед тобой находятся люди, у которых 80% мирового богатства. Какое зло? Я зло в них вижу. Я не вижу в них никакого зла. Я вижу зло в системе, которую люди не в состоянии изменить. Потому что они не хотят слышать, как изменить себя. Надо обратиться только к причине такого состояния и начинать над ней работать. Какое осознание зла должно произойти? Исправление природы человека. А иначе ничего. Эгоистическая природа человека, она и делает всех нас разными. Как сделать всех нас равными? Это может быть только в свойстве отдачи.